Быстрый гол Акул на пятой секунде матча. Мгновенный ответ игроков команды Лига Стали. Нападающий Семен Гнеушев эффектным финтом за воротами соперника обыграл и защитника, и вратаря. Вдохновил партнеров. Серия красивых скоростных атак игроков в черных футболках. Быстрые комбинации, броски, скачущие по линии ворот мяч. Новый стремительный кросс Гнеушева. Проход, гол. Лига Стали повела в счете. Построились с ребятами играть в быстрый комбинационный футбол. Быстрый пас, удар, пас, удар, басок. Голы у меня получились на скорости просто. Обыграл вратаря из-за ворот. Ушел в другую сторону. Скоростные размашистые атаки. Два момента у команды Лига Стали. Акулы действовали просто, но надежно. Ответили быстрыми атаками через длинный пас. Впереди на острие отлично сыграл нападающий Асиф Аминов. Опытный форвард забил два гола. Акулы сравняли счет. 3-3. Перехватили инициативу. Давление, броски и штурм в начале второго периода. И три результативные атаки. Акулы вышли вперед. 6-3. Отработанные броски в течение года тренировок. И удача, я бы сказал. И мастерство. Игра на эмоциях. Акулы попытались дожать соперников и выйти на третью строчку в таблице. Флорбалисты команды Лига Стали не теряли настроя. Проявили характер. Звинтили темп. Вернулись к быстрой комбинационной игре. Возвратили интригу. Отыграли два мяча. Герой заключительного отрезка матча. Вратарь Акул Евгений Трусов. Молодой голкипер проявил лидерские качества. Подбадривал, выручал, подсказывал. Акулы надежно сыграли в защите. Выиграли матч со счетом 6-5. В конце вообще было очень напряженно. Бросков очень много было. Нужно было их сдерживать. Нападающие хорошо сыграли. Подброски все садились. Защитники не давали добивать. И я ловил. Ну и все. Так и выиграли. Акулы взяли важные очки. Спор за третью строчку в группе Б только обострился. Основные соперники команды XL также набрали ход. У желто-синих хороший сплав опыта и молодости. Ветераны надежны в защите. Юные, быстрые и изобретательны в атаке. Боевая схема принесла успех матча с командой Аляска. Игроки XL сдержали натиск соперников. Скоростные нападающие Александр Булдаков и Данил Петров забили два важных гола. XL победил 5-3. Команда продолжает спор за бронзу. Была боевая игра. Привели все лучшие качества. Были очень хорошие броски. В результате в группе Б все ясно только в споре за золото. Первую часть чемпионата выиграла команда Мир Хоккея 2. Хлорбалисты клуба «Энергия» вторые. Кто займет третью строчку и какие команды войдут в восьмерку сильнейших, решится в заключительном туре. Затем стартует финальная часть чемпионата. Матчи плей-офф начнутся в середине января. И первыми в спор вступят команды из группы Б. Владимир Истомин, Максим Мартынов. Антенна СИМ.